Докажем формулу для количества представлений числа в виде суммы двух квадратов. Ну или то же самое, количество точек с целыми координатами на окружности радиуса корень из n, где n на 2 числа. Для этого давайте введем такое значение. х от любого четкого числа это 0, от числа, дающего остаток 1, при делении на 4, это 1, а от числа, дающего остаток 3, это минус 1. Заметьте, пожалуйста, х это мультипликативная функция. То есть для любых целых чисел х от их произведения, это есть х от а умножить на х от б. Ну, если кто-то четное число, то уже все, уже нули получаются в обеих частях, а если не четное, то это тоже понятно, 3х3 дает остаток 1, при делении на 4, и 1х3 дает остаток 3. Так вот, в терминах этой функции формула такая. Количество точек, то есть надо пробежаться по окружности и посчитать, да? Количество точек в 4 раза больше, чем сумма значений функции х, взятой по всем делителям числа n. Или, вот если угодно, можно окружность разделить на, естественным образом, на 4 части. Смотрите, х больше 0, то есть взять правую полуплоскость, а у больше или равно 0. То есть вот эту функцию мы включаем, а это такая четвертушка окружности. Она, разумеется, вся окружность состоит из 4 таких четвертушек. Так что можно ту же самую формулу записать вот так. Если смотреть только на точки с положительной абсциссой и неотрицательной ординатой, то формула будет такая, без четверки. Ну, это понятно, не так интересно. Интересно, что вот это вот утверждение можно переформулировать следующим образом, без использования в химии. Количество решений уравнения х квадрат плюс у квадрат равно, а вот здесь в правой части стоит разложение на простые множители. Отдельно выделена двойка. Оказывается, что показатель степени арфи ничего не зависит. Отдельно выделены простые числа, должны быть разные простые числа, дающие остаток 1 пределение на 4. И разные простые числа, дающие, я уже не стал писать, но имею в виду, что в каноническом выложении простые множители всегда считаются, что множители разные. Вот, и к ушке дает остаток 3 пределения на 4. Так вот, количество решений равно нулю, если хотя бы одно из чисел гамма нечетное, и равно 4 умножить на b1 плюс 1, b2 плюс 1, b2 плюс 1, и так далее, b2 плюс 1, если все гаммы нечетные. Давайте поймем, как связаны вот эти вот наши два утверждения. На самом деле абсолютно понятно. Предположим, что мы уже знаем эту вот теорию. Четчетного числа это все равно 0. Поэтому можно от числа n взять только его нечетную часть, то есть в произведении степеней b и степеней n. И поскольку функция х мультипликативная, то на самом деле для того, чтобы посчитать сумму значений функции х, мы можем вести себя так. Отдельно посчитать для b1, отдельно для b2, ну, то есть взять хе от единицы, хе от b1, хе от b1 в квадрате, и так далее, хе от b1 в степени b1 сложить. Потом то же самое для b2, и так далее, то же самое для каждого иску. И перемножить все эти выражения. Получим как раз... Давайте напишем. Вот мы ставим себе такую скобку. Вторую скобку аналогичную. Много-много-много-много других скобок. И, в конце концов, если представить себе, что мы перемножаем все эти скобки, то по мультипликативности функции х мы получим в точности сумму по делителям. Повторяю, что четные делители все равно дают 0, поэтому вообще и можно не писать. Сумму по всем нечетным делителям. И, поскольку t1 дала насадок 1, то все вот эти значения единицы. Все эти значения тоже единицы. Поэтому у нас здесь как раз будет β1 плюс 1. Здесь β2 плюс 1. А вот такая скобка, ну, и как остальные скобки с использованием числа 1, обладает следующим свойством. Это 1, минус 1, плюс 1 и так далее, и так далее. И в конце минус 1 в степени гаммэма. Такая сумма либо 0, либо единица. Если в ней четное количество, то они объединяются в пары. 1 минус 1, 1 минус 1 и так далее. И получается 0. Если же слагаем количество нечетное, ну, то есть если гаммэма нечетное, то тогда каждая такая скобка единица. Отлично. Значит, мы действительно поняли взаимосвязь между двумя формировками. Вот такая сумма, это в точности, в точности, вот это выражение, если гамма четное и просто 0, если хотя бы одно из чисел гаммэма 1 и так далее гаммэма нечетное. Теперь давайте доказывать. Одно из доказательств получается сразу по идеям доказательства теоремы Ферма-Эйлера, которую, собственно, сам Ферма написал и которую Эйлер разумным образом изложил. Смотрите. Во-первых, я отдельно выделю вот это число сначала и докажу формулу для него. Это совсем просто. Потому что мы знаем, что если сумма квадратов делится на число, дающее остаток 3 при делении на 4, то слагаемые обязаны делиться на соответствующие пол. Это у нас будет разный способ, даже доказано, в том числе с малой теоремой Ферма и так далее. Так вот, а что это означает? Что если у нас есть делитель, который дает остаток 3 при делении на 4, то х и у на него делятся. То есть можно написать, что х – это Q умножить на какое-то новое число, а у – это Q умножить на новое у. Подставив уравнение и сократив на квадрат, мы при соответствующей степени умножим показатель на 2. И так будем уменьшать, уменьшать, уменьшать. В конце концов, мы или дойдем до единицы, а тогда все хорошо, потому что уравнение х квадрата с уй квадрата равно единице, действительно имеет 4 решения. Все замечательно. Или же дойдем до того, что одно из чисел гамма станет равно единице, а тогда решение просто нет. Потому что если х и у делится на Q, то сумма делится на Q квадрат. Таким образом, если у нас все числа β – это нули, просто нет таких простых, то формула верна. Теперь будем потихонечку увеличивать показатели степеней. То есть докажем такое утверждение. Если у нас есть какое-то натуральное число, не делящееся на простое число P, отдающее остаток 1 при делении на 4, то после умножения на это P количество решений возрастает в 2 раза. А если мы домножаем не на первую степень P, а на β в какую-то степень, то возрастает в β плюс 1 раз. Замечательно. Давайте сейчас посмотрим, как это при помощи теоремы Ферма-Эйлера доказывается. Мы должны доказать, что если натуральное число M не делится на простое число P, которое дает остаток 1 при делении на 4, то количество решений уравнения х квадрат плюс у квадрат равняется N умножить на P в степени β, где β любое натуральное число, равняется β плюс 1 умножить на количество решений уравнения х квадрат плюс у квадрат равно N в целых числах. Давайте сделаем это при помощи теоремы Ферма-Эйлера. У нас есть представление простого числа P в виде суммы квадратов 2 целых числах. Тогда можно написать форму. Ну, проверить их можно, например, раскрыть скобки. Для тех, кто знает комплексные числа, идея такая. Если вы умножаете х плюс yi на а плюс bi, то вы получаете вот такую вещественную часть и такую вещественную часть. А если вы умножаете на а минус b, то вы получаете такую вещественную часть и такую вещественную часть. Формально говоря, не нужны комплексные числа. Важно, что у нас есть в результате два отображения, которые из пары чисел, у которых сумма квадратов равна N, изготавливает пару чисел, у которых сумма квадратов это N умножить на P. Ну, или, соответственно, если здесь было N умножить на какую-то степень числа P, то здесь степень на единичку увеличится. Давайте сначала разберем случай, когда β равно 1. Докажу, что действительно количество увеличивается ровно в два раза. Как это сделать? Оказывается, что любое решение уравнения S квадрат плюс T квадрат равняется N, P получается или по такой стрелке, или по такой. То есть, или вот такая система имеет решение в целых числах X и Y. Ну, и так далее, имеется, благодаря этой формуле, X квадрат плюс Y квадрат будет равно N. Или, какая система имеет. А вот одновременно не может быть. Так мы получаем для β равно 1 утверждение этой теоремы. Это просто упражнение на решение системы. Смотрите, здесь мы можем вот это вот уравнение умножить на A, это уравнение умножить на B и сложить. Тогда получится АС плюс BT это X умножить на А квадрат плюс B квадрат. Ну, то есть, у нас получается для X такая вот формула. АС плюс BT разделить на B. И нас интересует целое это число или нет. Ну, разумеется, аналогичную формулу здесь не проблема найти и для Y, смотрите. Мы умножаем наоборот вот это на B, это на A и вычитаем. Получаем BС минус АТ разделить на P это Y. Ну, аналогичная формула там. так вот, нас интересует число АС плюс БТ целое или же нет. Ну, господа, это очень просто. Мы же с вами эту формулу уже видели. разница берем АС возводим в квадрат и БТ возводим в квадрат, то эта разность обязательно делится на простое число P. Почему? А потому что А квадрат мы пишем, С квадрат пишем, А дальше вместо П квадрат пишем П минус А квадрат. А вместо Т квадрат пишем Н П минус С квадрат. Вот. если посмотреть по модулю П то здесь нули А квадрат С квадрат здесь минус 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 как раз минус значит получается что это обязательно делится на П Значит либо АС минус БТ делится либо АС плюс БТ делится У нас есть два способа увеличить в П раз сумму квадратов Из пары целых чисел Х Игрек мы можем сделать либо пару ХА минус Игрек Б ХБ плюс Игрек А Либо пару ХА плюс Игрек Б Игрек минус Игрек Причем любое новое решение получается одним из этих способов Напомним почему Если мы знаем что С квадрат плюс Т квадрат делится на П то обязательно или здесь будут целые числа или здесь будут целые числа Напомним почему Потому что Б квадрат С квадрат минус А квадрат Т квадрат делится на П И таким образом или Б С минус А Т делится и в таком случае это число будет целое ну а значит раз у квадрат целое и это будет целое число б с плюсом делится тогда вот эти два числа будут целыми и очень важная вещь чтобы какое-то решение получалось и по этой форме и по этой форме на самом деле числа С и Т оба должны делиться на П причем это необходимое недостаточное условие давайте поймем почему вот представьте себе что и здесь у нас стоят целые числа и здесь стоят целые числа тогда их у нас как АС плюс БТ должно делиться и АС минус БТ должно делиться значит их сумма должна делиться то есть 2АС делится А и Б числа не делятся на значит на самом деле С должно делиться ну и афрактически получается что и Т теперь очевидно когда мы берем какое-то число Н не делящееся на Б и обозначаем в буквы К количество решений уравнения целых числах х квадрат плюс у квадрат равняется Н то решение будет каждого если нас интересует представимость Н Б в виде суммы 2 квадрат то из любого такого представления мы получаем 2 значит количество вариантов удваивается замечательно значит мы доказали уже вот эту формулу просто из-за того что две стрелочки а теперь давайте пусть мы до некоторого места дошли 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 и посмотрим что будет пусть мы уже знаем что для количества представления числа Н умножить на П в степени Б минус 1 формула верна и для количества представления числа Н умножить на П степени Б формула тоже верна посмотрим на число Н умножить на П степени Б Т Смотрите из каждого из этих представлений идут две стрелочки замечательно мы должны умножить на 2 пишем 2 умножить на Б плюс 1 умножить на К отлично но те ситуации когда оба слагаемые делятся на П получится двумя способами поэтому их нужно вычистить для того чтобы получить правильный ответ но когда оба слагаемые делятся на П то можно просто это П вынести у нас квадратик это П квадрат вынести и таких вариантов будет ровно сто замечательно значит надо вычистить бета К а это то же самое 2бета плюс 2 минус бета это то же самое что бета плюс 2 умножить на К значит на рейс украсительного знака действительно должно быть бета плюс 2 умножить на К мы все доказали формула для количества решений таким образом количество представлений любого натурального числа в виде суммы двух квадратов равно разности между количеством его делителей дающих остаток 1 при делении на 4 и количеством делителей дающих остаток 3 при делении на 4 или что то же самое вычисляется по такой формуле что мы разлагаем число n на простые множители требуем чтобы те простые множители которые дают остаток 3 входили в четких степенях и если они входят в четких степенях то каждому такому показательной степени прибавляем единицу перемножаем и это как раз и будет искомое количество способов искомое количество представлений в четких в четких